Под обзором на адского босса, в ответ на мой вопрос, нравится ли вам обзоры на веб-мульты от меня и стоит ли мне продолжать, вы ответили крайне положительно, чему я несказанно рад. Так что сегодня я разберу новую серию Metal Family и поделюсь мыслями касательно её содержания. Ну что, приступим? Спустя 4 месяца ожиданий нам наконец показали пятую серию второго сезона Metal Family. И это удивительно, я прям поражен, насколько быстро вышла эта серия. Окей, Алина и Дима в своей группе в ВК ещё за месяцы до выхода четвёртой серии говорили, что анимация полностью готова и пока серия дана на композ и саунд-дизайн, они приступают к анимации пятой. Так что в сумме получается пятая серия создавалась не 4, а 5 месяцев. Но это не так важно, она всё равно вышла довольно быстро. 28 июля, прям мой день рождения, хе-хе. Хотя... я, если честно, был бы не против подождать ещё 2-3 месяца. Потому что серия получилась... коротковата. Да, хронометраж первых серий вообще составлял 3-4 минуты. Но после того, как акцент ситкома был смещён на более сюжетный, с сериями по 20 плюс минут, получать вновь коротенькие эпизоды... Впечатления просто не такие яркие. С другой стороны, это и не супер сюжетный эпизод. Пятая серия представляет из себя больше послесловия от третьей. Так что, думаю, их можно воспринимать как один большой. Кхм-кхм. Что-то я хожу вокруг да около. Давайте уже поговорим о самой серии. Это было круто. Ооо, да. Эта серия хоть и вышла коротенькой, но всё-таки продолжает погружать нас во внутренний мир Глэма и Чеса. С перевесом в сторону последнего. После просмотра концовки третьей серии второго сезона, зрители, как и я, сопоставив её с клипом Story and Over, посчитали, что Глэм не придёт на встречу с Полем, потому что отправится на поиски Виктории. Но всё оказалось немного иначе. Глэм после того, как подобрал ключи Вики, видимо, отправился к себе в номер и решил... Просто подождать Чеса? Или что? Вот тут у меня возник вопрос. Между тем, как Глэм заказал себе кофе, и между тем, как приехала Виктория, съела хот-дог и уехала, не могло пройти слишком много времени, чтобы Глэм опоздал на встречу с Полем. Допустим, он пару минут копошился с канализационной решёткой, прежде чем достать ключи. Но и тут это не слишком затянутое занятие. Получается, Глэм не пришёл на встречу, потому что... Не захотел? Он вполне успевал на неё попасть, так что... Да, это именно его инициатива. Что странно. Судя по его дальнейшим словам... Мне правда жаль, что так получилось. Но я не могу уехать, пока не найду её. Виктория отбила у него абсолютно всё желание выступать на сцене. Как минимум до момента их с Глэмом встречи. Я понимаю, это сюжетный ход, нам много раз показывали, как Себастьяна не интересуют обычные девушки, и как в 10 серии он интересовался, существуют ли среди байкеров женские особи. И тут зрителям показывают, что Виктория та самая, она особенная, и что никто Глэму больше не будет так интересен. Но вот если откреститься от режиссёрских манипуляций над зрителями, то... Поступок Глэма очень... Не очень. Он, грубо говоря, променял лучшего друга на незнакомую девушку. Чеснок ведь буквально спас блондина от тирана отца. Вспомните 10 эпизод. Как Глэм был счастлив, тусуясь с Чесом по ночам. Тот клип на песню Story of My Life. Это ж вообще непередаваемые эмоции. А сейчас Глэм просто берёт и забивает хрен на друга. Я считаю, это показывает блондина не в самом лучшем свете. Как говорится, друзей на сиськи не меняют. Ладно, ладно, перейдём дальше. Ну а прежде чем мы продолжим, по классике минутка саморекламы. Я надеюсь, вы уже подписались на канал, телеграм-канал и группу ВК. В телеграме я куда чаще пишу различные посты и общаюсь с вами. А в группу ВК вы можете присылать свои фан-арты. Также, если есть желание, то можете поддержать меня на Donation Alerts. Все ссылки в описании. Ну а мы продолжим. Нам, наконец-то, показали оставшиеся кадры из трейлера ко второму сезону. А именно, момент смерти матери Чеса с обожжённой ложкой, бутылкой и конвертом с деньгами. Разбивающуюся о стену бутылку, легендарный кадр с пощёчиной от Глэма, вырванная из Пантеры радио и Чес в момент смены имиджа. На самом деле, я даже немного удивился, увидев все эти кадры. После выхода третьей серии, а уж тем более четвёртой, я думал, что всё, с прошлым Глэма закончили, и весь остальной сезон будет посвящён детям, включая Лив. А все эти моменты из трейлера должны были войти в третий эпизод, но были вырезаны за ненадобностью. А оказалось, что они из целого отдельного эпизода. Вау. Показали довольно отталкивающую кончину матери Чеса. Да, те, кто читали комикс, и так знали, что она скисла от передоза, но всё равно, её предсмертные всхлипы и последние слова, которые были посвящены сыну, всё это создаёт прям угнетающее настроение. Так и вдобавок, под конец серии, момент, где Чес якобы видит свою мать на небесах, ещё больше давит на эмоции. В общем, с драматической точки зрения у Metal Family, как всегда, всё отлично. А вот момент с Полем у меня вызвал вопрос. После того, как Глэм не пришёл навстречу, Поль сказал, что не готов вкладываться в заведомо неудачную новую группу с одним только Чесом. Без Глэма и его таланта к написанию гитарных соло. Но всё равно даёт Чесноку аванс. Неужели Поль поверил его словам, что Чес сможет в одиночку вытянуть группу? С одной стороны это странно, а с другой у него и правда это получилось. Однако, как-то нелогично. Учитывая, какой важной шишкой Поль себя показывает. Ещё и случай с белым порошком. Вроде как новый продюсер не желает видеть запрещенные вещества рядом с Чесноком. Однако, тот спокойно сидит с ними и никто ему не мешает. Тут, кстати, Алина и Дима вновь применили приём, который был в первой серии второго сезона. Показали события, которые идентичны с уже случившимися. В этом случае это автопати новой группы Чеса, где ему всё вокруг напоминает о чё за уродах на сцене. Ииии, я думаю, что можно уже собирать коллекцию бутлегов Глэма. В третьей серии был первый, и вот здесь уже второй. Кхм. Как и ожидалось, запрещенка Чеса до добра не довела, и он словил передоз. И... АААА! Как же круто нарисована эта сцена! Да блин, вся серия... Нет, весь сезон нарисован невероятно красиво. Я на самом деле уже очень давно планирую сделать целый ролик, где разберу визуал в Metal Family, потому что считаю, что он отличный и очень атмосферный. Ой, что-то я отвлёкся. Чеса благо откачали, и наверняка именно после этого события он окончательно отказался от веществ. И скорее всего даже от алкоголя, ведь в ответах на вопросы он упоминал, что предпочитает зелёный чай. Серия на этих событиях и заканчивается. Иииии... Да, она мне понравилась, но тут скорее у меня вопросы ко второму сезону в целом. Кхм, позвольте поясню. Изначально Metal Family представлял из себя ситком, а не совсем обычной, но дружной семье. Позже 9 и 10 серия первого сезона подняли планку до полноценной драматической арки. И, как я уже говорил в начале, воспринимать Metal Family как ситком уже не очень получается. Я говорю о первой, второй и четвёртой серии. Третья опять же вернула более серьёзное повествование и шла 20 плюс минут. Ну а пятая... Ни рыба, ни мясо. И её содержание наводит на мысль, что она какая-то... Бесполезная? Блин, это слово слишком грубое, но именно так она и воспринимается. Причину смерти матери Чесса люди и так знали из комикса. Да даже если вы его не читали, то примерно догадаться об этом можно было. Факт того, что Глэм не пришёл к полю, также можно было понять из самого первого клипа на канале. Пятая серия... Такое чувство, что её не дожали как будто. Наличие новой группы у Чесса... Мне кажется, это слишком резко. Он за такой короткий промежуток создал новую группу и добился с ней успеха? Или всё-таки прошло гораздо больше времени? Если да, то за 11 минут это точно не ощущается. А взаимоотношения Глэма и Чесса чересчур странно обрываются. Глэм просто взял и ушёл от друга и, судя по всему, посвятил всё своё время на сближение с Викторией. Ну а дальше уже создание семьи. Если создатели так подробно рассказывают историю прошлого, не давая развиться недосказанности, то вероятнее всего нас ждёт ещё одна серия из прошлого, уже с налаживанием дружбы Глэма и Чесса. Потому что сейчас... Такой поступок Глэма, в котором он променял лучшего друга на незнакомую девушку, выглядит немного... эгоистично. Да, можно сказать, что таким образом Глэм преподносит Чесноку урок за то, что по его вине распались чё за уроды на сцене, как бы ставить Чесса на своё место, мол, ты же променял нашу группу на вещества. Теперь и ты почувствуй, каково это. Однако... Наркомания это болезнь? Чесс физически не мог самостоятельно остановиться. А в пятом эпизоде Глэм осознанно оставляет друга. И ведь Чесс даже признал свои ошибки и нашёл способ, как им двоим вернуть свою музыкальную карьеру. А вот Себастьян... с лёгкостью променял своего друга. Кхм. Напоминаю, что это всего лишь мой взгляд на эту серию и на конфликт Чесса с Глэмом. Своё мнение о пятом эпизоде можете написать в комментариях, а я с удовольствием с ним ознакомлюсь. Не забывайте подписываться на канал, телеграм-канал и группу ВК. А также, если есть желание, то можете поддержать меня на Adonation Alerts. Но на сегодня мой обзор подошёл к концу. Вы точно так же можете написать своё мнение о нём, как и в случае с адским боссом. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!